Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В российском правительстве рассматривают возможность распространения антикризисных мер на рядовых автовладельцев Речь идет о продлении срока действия водительских удостоверений до конца 2023 года Если их надо заменить в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 По официальным подсчетам это может коснуться 5 миллионов водителей Подобное реализовывалось в пандемийном 2020 году Тогда действия прав продлевали на полгода Напомню, что текущее законодательство приравнивает управление ТС с просроченными правами к управлению ТС без прав Наказание штраф от 5 до 15 тысяч рублей Трасса 101 Страховщики заявили об активизации интернет-мошенников, которые предлагают по дешевке приобрести полис ОСАГО По дешевке, значит, за тысячу-полторы тысячи рублей Документ этот неполноценный Гаишники в случае остановки или регистрации транспортного средства его распознают А вот выплат по нему в случае аварии не будет В общем, и фикция, и нефикция По оценкам специалистов, сейчас в обороте находится более 1 миллиона таких полисов Учитывая текущую ситуацию с финансами, их количество, увы, будет расти Трасса 101 Ауди отзывает в России почти 1300 моделей А4, А5, А6, Q7, Q8 и других Автомобили были проданы в прошлом и нынешнем годах Список ВИН-кодов опубликован на сайте Росстандарта Повод для объявления сервисной кампании довольно незначительный Перед продажей у машин забыли полностью отключить режим транспортировки Из-за этого некоторые системы работают не в полную силу Признаком неисправности является горящий светодиод модуля вызова экстренных служб Лечится это загрузкой нового ПО Трасса 101 Март этого года стал черным месяцем для автопроизводителей и дилеров Снижение продаж новых автомобилей достигло рекордных 63% В сравнении с первым месяцем весны 2021 На первое место по числу купленных россиянами авто вернулась Лада Гранта Сейчас заводские цены на нее начинаются от 728 тысяч рублей Второй результат показала Лада Веста Минимум 1 миллион 122 тысячи Бронзой довольствовался Киа Рио от 1 миллиона 435 тысяч рублей Впервые за долгое время сменился лидер среди новых кроссоверов Хенде Крета уступил пальму первенства Лада 4х4 Трасса 101 Лада 4х4, она же Нива, по итогам трех месяцев 2022 года Стала самым продаваемым, поддержанным внедорожником Средний ценник модели, говорится в отчете компании Авито, 230 тысяч рублей Второе место досталось Шевроле Нива В январе, феврале и марте ее можно было приобрести в среднем за 360 тысяч Гораздо больше, в среднем 1 миллион 200 тысяч Стоил Киа Спортич, который замкнул тройку лидеров В первую пятерку вошли Тойота Рафф 4 1 миллион 670 тысяч И Рено Дастер 920 тысяч рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова